пристегнись и прыгни голову но они больше за нами не гонятся торнадо ого и друзья всем море приветов нептун здесь давайте же дальше проходить самый лучший месяц в жизни наших героев и знаете печально предполагать такое но скорее всего это их последний месяц вместе как бы не печально звучали мои слова восстановились на шестой главе погнали продолжать наши герои мать луиза и ее сын меч путешествуют по америке 69 года преодолевают разные сложности встречают приключения и так далее давай свернем с дороги они могут за нами ехать откуда у тебя такие познания из фильмов так парень видимо смотрел кучу гангстерских фильмов так причем я не управляю пока тачкой с машиной что-то не так не знаю так мы тогда всем деревенщинам на заправке пригрозили ружбайкой возможно они за нами едут так вроде оторвались ух руки до сих пор трясутся ничего себе поездочка мам так машинка видимо нас барахлит за нами нет хвоста это хорошо там просто люди довольно видимо опасны у одного из них был револьвер правда мы его отжали но они могут за нами ехать а там извините по моему четверо мужиков взбешенных кстати говоря а здесь беззащитная хрупкая женщина и ее ребенок хотя не сказал бы что она беззащитная она любому мужику фору даст так сказать что нужно быть увереннее извиниться с произошедшие на заправке отругать за произошедшие на заправке наверно лучше извиниться да потому что ну зачем ему показывать такой пример конфликты не обязательно решать при помощи оружия прости меч нельзя было подвергать тебе опасности но мам я поступила глупо и необдуманно так поглядим что тут у нас есть горячо поищи в багажнике чем можно открыть крышку капота и надень что-нибудь на голову чтобы не припекло так открытость у нас эти довольно большая кстати говоря видимо между главами она постепенно подрастает уверенность 52 нравственность 54 так а может быть слушайте а когда я загружаю главу главу а не нажимая продолжить интересно это на что-то влияет может у меня сбиваются вот это вот все слушайте я не знаю надеюсь что нет так открывай так вот шляпа чуть на голову надеть оружие зачем а я типа ковбой до ружьем открывать капот научишь меня научить что стрелять поругать в чем разница согласиться или научить давай научим это не игрушка меч убери его а когда я вырасту тогда научишь так строго ответить или сказать правду давайте правда однажды кто-нибудь тебя обязательно научит кто-то приближается быстрее меч прячься так бежали это за камень видимо да реально там катачка едет это случайно несть кто-нибудь заправки да вроде нет перегрелась избавиться от него соврать в смысле избавиться то есть застрелить и спрятать тело в багажник нет цариум нет все все в порядке какое-то время постарайтесь ее не заводить спасибо все под контролем бежите от кого-то а что опять же избавиться ну блин и не значит имеется в виду но сегодня хватит ума застрелить его я не хочу такого варианта давайте спросим а почему интересуетесь перегревшийся машина посреди пустыни расстрелянное лобовое стекло здесь мимо лошадь не прибегала лошадь меч зовут вей белый с черными пятнами мы здесь лошадей не видели все время от моего дяди сбегает вам точно не нужна помощь ветер крепчает ну не знаю вроде как он нормальный фиг вас попросим о помощи она реально нужна тачка не заводится мы посреди пустыни воды у нас наверно нет короче говоря дело дрянь можете взять нас на буксир конечно только тросу дядю возьму надеюсь я об этом не пожалею ох на блеставучий же тип почему может быть он и правду хотел помочь а ветерем прям крепчает ну посмотрим да чуть ног на голову обязательно надеть сейчас солнечный удар как получишь луиза тебе не хорошо мэм да просто голова закружилась пройдет можно я тут ухожу рядом только далеко не уходи местность такая знаете такая пустыня как фильме король лев помните там саванна была и пример такие же деревья и там симба бегал так что можем здесь мы такого найти он дерево есть далеко не уходить это насколько далеко опа вот и ждал лошадь это тебя искали так его зовут в бросить камень наверно не самая лучшая идея давай приблизимся ве так он видишь он показывает интерес он вроде не боится на главное не проявлять агрессию хорошая лошадка и дружище погоди погоди дать я погладить прокачь меня блин слушайте это опасно она может лигнуть а еще лошади могут укусить причем очень больно так нам стоит за ним бежать или не ах нифига разбитая тачка я залезу на эту машину и спрыгну прямо на тебя ве а мне это нужно делать по сюжету залезть чертова змеюга я думала вас уже ветром снесло сейчас привожу привяжу к вашей машине и похоже что у нас есть выбор иди сюда меч я ему говорила далеко не отходить из-за ветра он нас не услышит надо его найти пошли блин одесса можно было этого избежать то есть не ходить туда и допустим остаться здесь или просто вернуться обратно меч это уже быстро сделать потому что я сейчас там пока что скоплен вместе укуса его можно отсосать что случилось болит мам так спокойно не шевелись змея пожалуйста помогите отвезите его к врачу больница слишком далеко нужно ехать к моему дяде быстрее я так соседи камон куда ехать мальчика укусила змея вы поможете моему мало малышу время на заноси его внутрь теме это ходил какой-то индеец да потому что цвет кожи красноватый да скорее всего какой-то потомок широкий надо разжечь огонь так без проблем смысл отчетом колдует что же что-то было змея и только мельком видела ду смерти никогда не уходит с пустыми руками дух мальчика нуждается в тебе смысле дух отсосите яд камон его шаманскими этими причудами не спасти принять пейрод а пейот так давайте берегись духов не следуйте за их блеском если потеряешься пламя укажет путь так ну чё наркомане потихонечку да эффекты ничего мама помоги следую за мной ищи следующий костер шаман а все могу ходить так нужно видимо за этой птицей идти надеюсь вот тут волчок на заднем плане не особо агрессивен да или ты медведь отсюда ты не поймешь по моему медведь подожди что с тобой так ей очень плохо я слишком слабо держись давай два метра все прошло о лошадь ви помоги мне лошадка ищи костер мертвецов луида там ты встретишься со всеми неоконченными делами это кто мне говорит что я проглядел куда бежать теперь управление внезапно с мышки перешло на васт представляете ищи костер он еще животный какой-то так вот там там огромная ворона смотрите так волк и ворон я не вижу никакого костра ищи глубже а это со мной ви говорит видимо дух лошади это как мультики помните спирит дух прерий уфиган у нас как упрям спрыгнул кто ты ответ на все твои вопросы спрашивай где меч мама я здесь спрашивай исцеление мечи как мне спасти мечи дерись спрашивай будущее мечи что будет с мечем после моей смерти скорее убегай смысле ты блин останешься с нами я знаю даже если все это дело списать друзья на глюки от наркотиков на это тихо то все равно как-то лечить яд укус змеи шаманскими песнопениями ну такое себе мам мич мич о выздоровел а подожди а шаман что я в порядке мам крепкий мальчик я даже не знаю как вас благодарить ваш дядя мой дядя выиграл вам немного времени он попросил передать вам что духи ваших предков зовут вашего сына но их лица для него пусты только вы можете их ему показать луиза спасибо вам за все тими я починил вашу машину но она долго не продержится главное чтобы хоть немного продержалась вы уж постарайтесь не съезжать с больших дорог вот карты так вот такая вот цена друзья старик умирает мальчик выживает закон жизни равноценный обмен помните да эта цитата примерно такая же была в городе грехов где Борис Уилли спас девочку и погибает после этого и говорит что старик умирает девочка выживает равный обмен так карта и куда нам топать мы выехали из северной каролины мне близкий путь мы находимся вот здесь можете здесь остаться если нужно спасибо тимми ничего мы справимся надо ехать и мы поехали тимми мне нравился я хотел остаться там но мама сказала что мы еще встретим в пути других интересных людей мы не знали как сильно она ошибалась но тогда я почувствовал в ней прилив сил мне показалось что ей стало лучше и видимо очередная глава пройдена тачка у нас теперь работает правда будет видимо держаться на добром слове надеюсь что впереди нас ждет только светлое будущее конечно иначе и быть не может а что будет в городе хоуп не что а кто ты встретишься с дедушкой Леоном твоим папой который хотел научить тебя ловить рыбу да к счастью ты меня научил почему папа может бросить своего ребенка а это очень сложный вопрос потому что он его не любит иногда потому что не любит других людей а иногда попросту нет другого выхода всегда можно поискать выход что там превышение скорости что ли эй я никого не грабил вот черт полиция я тех на заправке не грабил это из-за того что было на заправке я с этим разберусь в смысле что ты делаешь сейчас же убери ружье живо фига он эй парень 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 убери пушку ты не попадешь в тюрьму запретить преподать урок ну давайте преподадим урок один раз выстрелишь в копы и до конца жизни будешь в бегах а что они мне сделают мне 9 лет да уж может как-то не не стреляй в копов стреляй по колесам но по колесам сложнее попасть охренеть попал все ты должен уже это все 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 прощай купец теперь у нас не догнать пристегнись и прыгни голову но они больше за нами не гонятся торнадо держись так давай давай показал 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 хритом машины че то вообще слишком много событий на квадратный метр и торнадо тут и копы блин так что еще за разрушенная гетто Это Хоуп? Если мы собираемся ехать дальше, ты должен меня слушаться. Почему ты начал стрелять? Из-за ее болезни, из-за страха. А фиг его знает? Из-за страха, наверное? Он боялся, что они нас остановят, и мы никуда не доедем, правильно? Я стрелял, потому что испугался, мам. Я не хотел, чтобы они нас поймали, потому что ты болеешь. Что? Я слышал, когда ты говорила о скике. Да это пустяк. Чем ты болеешь, мама? Ничем, таким же, что нельзя вылечить. Давай поищем дедушку. Так, паренек, ты послушал тогда? Ищи желтый дом, или то, что от него осталось. Надеюсь, с дедушкой все хорошо. Я тоже. А что здесь было, блин? А, торнадо, наверное, пронесся, да? Вон, желтый дом. Да, наверное, это он. Походу, это либо торнадо пронесся, либо... Хулиганы. Ничего себе, хулиганы. Кости, 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 сухие кости. Поет песенку. И слышу я слово Господне. Амммм. Это какая-то старушка? Походу, дело. Простите, мэм. Это дом номер 501 по Рузвельт-стрит? Я ищу Леона Коннора. Хороший человек. Вы его знаете? Он с моим сыном дружил. Единственный хороший белый в этом городе. Вы сказали, дружил. Он уехал несколько лет назад. Ого. А вы не знаете, куда? Сказал что-то насчет аллигаторовой фермы в болоте. Он пил или принимал наркоту? Да нет. Иногда мы стаканчик самогоночки пропускали, и все. Сказал, что из этих аллигаторов туфли себе сделает. Угу. Значит, наркоту. Угу. Мой сын. Он больше об этом знает. Но, эээ... Но? Пару деньгов назад он ушел погулять вечерком. Да так и не вернулся еще. Много наших братьев в последнее время пропало. Хм. Но Господь милостивый все видит. И сегодня обратил свой гнев на белого человека. Кажется, вам тоже досталось. Ого. Костя, Костя, Костя. Понятно. Прошу, мадам, помогите мне. Что случилось? Не могу найти мою дочку. Я вас умоляю, помогите. Она пропала. Я не могу ее найти. Вы не видели мою бабушку? Старенькая такая. Успокойся, где твои родители? У меня только бабушка. Я ее очки нашел. Она без них ничего не видит. Пожалуйста, помогите. Так. Ну вот, не знаю, не знаю, не знаю. Дочку найти, либо в поиске бабушки начать. Давайте дочери сначала. Как зовут тебя? Пэт. Послушай, Пэт. Сперва нужно найти дочку этой женщины. А потом мы поищем твою бабушку. Окей. А если с ней что-то случилось? Она же ничего не видит. Я помогу Пэту. Ха. Разделимся? Почему бы и нет? Хорошая идея. Давайте. Садись в машину, Митч. В смысле? Мам, мы должны помочь. Ты только оглянись вокруг. Ладно. Обычку окрестностей встретимся здесь же. Возле желтого дома. Каждый раз, когда мама понимала, что я прав, она мела себя непредсказуемым. Каждый раз. Так, моя дочь была одета в красное. Нужно пойти налево. Так. Значит, это Дорис. Нужно найти ее дочку. А ты не будешь ее искать, нет, Дорис? Как бы пошли. Твоя дочка вообще. Я тут вообще случайно проездом оказался. Как-то прям ярко выделен. Смотрите, там что, тазик какой-то? Или кастрюля? Скорее всего, в ней внутри она и сидит, наверное. Я так понимаю, что это реально... Это вот смерч прошелся здесь. И, видимо, разрушил кучу зданий. Так, смотри. Какая-то кастрюля. И все? Хм. Почему эта кастрюля меня так заинтересовала? Интересно бы знать. Так, что-то есть еще. Чей-то плюшевый медвежонок. Так, вот здесь, возможно, что-то тоже есть. У меня такое ощущение, да, там реально что-то есть. Шляпка. Чья-то. Ну, нехило так ураган пронесся. Хотя мне почему-то такое кажется, но знаете почему-то, что... Как будто, знаете, война, бомбардировка там... Ковровая пронеслась. Потому что все слишком уж разрушено. Хотя иначе, наверное, и не бывает при... Торнадо. Маленькая туфелька. Боже мой, эта туфелька моей дочери. Значит, она где-то рядом. Может быть, она в этой разбитой машине? Да, что-то есть. Нет. Милая моя, нет. Очнись. О-о-о. Когда наблюдаешь столько ужасных событий в такой короткий срок, быстро взрослеешь. Все зависит от того, как ты себе это объясняешь, или как кто-то другой тебе это объясняет. Митч! Митч! Вы не видели моего сына? Леон все твердил про черную трясину. Простите, что? Что ты говорил про черную трясину в Луизиане? Ну, так он туда пошел? Он, в общем, про эту фигню постоянно говорил. Жалко. Митч, ты в порядке? В полном. Митч, ты нашел бабушку Пэты? Да, я ее нашел. Это здорово. Ты такой храбрый мальчик. Она продолжала на меня смотреть такими прозрачными глазами, но она уже была холодной. Вау. О, мне так жаль, дорогой. Пэт закрыл ее глаза и попросил меня уйти. Он так плакал. Ты сделал все, что было в твоих силах. Ты пытался помочь. Пэт сказал, что у него не было никого, кроме бабули. Теперь он один. Ты знаешь, если он очень постарается, то никогда больше не будет один. Неужели так все просто? Нет. Если он будет полагаться на помощь других, он умрет. Но если он будет сражаться за себя, кто знает, значит он уже умер. Если бы ты вправду остался один, Митч, тебе бы понравилось, чтобы кто-то сказал, что ты уже умер. Но я же не останусь один, потому что ты поправишься, так ведь? Да, медвежонок. А что с дочкой Дорис? Скажем правду. Мы ее нашли. Но было слишком поздно. Нужно ехать дальше, милый. До черной трясины путь не близкий. Блин, слушайте, не нужно было говорить правду. Или у меня плохая мать. Зачем ему об этом знать? Как бы мы все равно их уже не увидим. Надо было сказать, что все хорошо, чтобы он немножко воспрял духом. Он и так уже увидел смерть бабушки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Потропился я немножко. Ну что, поделаться? А с другой стороны, ну вот таков мир. Да, бывает, что торнадо пролетает и херачит всех людей. Думаю, она имела в виду что-то другое, когда сказала, что нас ждет лучший отпуск в жизни. И все же, этот отпуск перевернул всю жизнь. По крайней мере, мою. Тогда моя мама сказала, у каждого поступка, хорошего или плохого, есть последствия. Вот что такое карма. Она была права. Само собой. Но когда мы уехали из того города, мне показалось, что мои действия не повлияли ни на что. Далеко еще, мам? Мама? Эй, воу-воу-воу-воу! Так, мамоли, походу, в отрубе. Мам! Мама! Так возьми руль ты, елки-палки. Или толкни ее. Она кукурузу сейчас обьет, кукурузу собьет. О-о-о-о! Хе-хе-хе-хе. Мам! Мам! Проснись, мам! Так, надеюсь, она живая. А, живая. Ну, походу, всю ночь ехала без сна и отдыха. Спокойно, мам. Я разберусь. Он, конечно, разберется сейчас, да? Маленький чернокожий мальчик. Все в порядке, парень? А, это... Это полицейский. Что вы здесь делаете? Ответить уклончиво. Соврать. Я думаю, что нам сейчас, эээ... Не нужно подвергаться какому-то этому лишнему подозрению. Так что давайте, пожалуй, соврем. Мы едем до нашей родни. Твоя мама спит. Ей нужно немножко отдохнуть. Мы издалека приехали. Хорошо. Только не стойте слишком долго. Скоро стемнеет. Ну, все, разобрался. У меня сто процентов открытости. Все остальное поменьше стало. Как ты себя чувствуешь, мам? Уже лучше, зайка. Посмотрю, что с машиной. А ты попробуй ее завести. Черт. Будет непросто отсюда уехать. Так, Митч. Давай. Хорошо, мам. Слушайте, мне дико нравится эта игрушка. Особенно сейчас. Она, знаете, такая стала типа роуд муви. Такие дорожные приключения. Ты как, мам? Да, не волнуйся. Все в порядке, не волнуйся. О-о-о-о. Мама. Все хорошо, Митч. Так, она, видимо, ее тошнит, да? О, чел с буксиром. Достать оружие и попросить о помощи. А что у нее с тачкой? Она... Все, да, уже? Так. Давайте попросим о помощи. Мы можем... Вы можете нам помочь? А что у вас тряслось? Машина не заводится. А где твой папа? Тут его нет. Вы нам поможете, сэр? Моя мастерская тут недалеко. Я вас отбуксирую. Как же нам повезло, да? Но это мы еще посмотрим. Так. Надеюсь, он нормально и адекватный чел. Как вам тот Томми, например? Туман поднялся. Я Луиза. Это мой сын Митч. Томас. Томас. Еще раз спасибо. Потом меня поблагодарите. Ой, не нравится мне эта многоточия. А вы знаете, сколько времени займёт ремонт? Трудно сказать. Че-то, короче, с ним не так. По-моему. Эти многоточии мне вообще не по душе. И он тупо в кукурузе живет. Где-то на отшибе. О, сколько разбитых тачек. Офигеть. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кажется, до меня дошло. Он ездит на буксире. Ищет вот таких вот людей вроде нашей Луизы. Беззащитных и со сломанной тачкой. Привозит их сюда. И, возможно, он их убивает. А тачки просто, видите, складывают. Делая такую мини-свалку. Из битых машин. Жесть. Надеюсь, я не прав. О, ты привел гостей. Добро пожаловать. У них машина сломалась. Придется чинить. Добрый вечер. Мы не хотим вас стеснять. О глупости. Мы рады гостям. Но к нам приятно кто заходит. А как тебя зовут, дорогая? Луиза. Это мой сын Митч. Я так рада, что Томас вас привез. Он у меня хороший мальчик. Это правда. Он остановился, чтобы нам помочь. А куда вы ехали? Он не просто так спросил, где твой папа, кстати говоря. Но опять же, блин, очень мутные ребята эти. Это Томас и его мать. Соврем. Мы направлялись во Флориду. Ого. Путь не близкий. Без машины будет тяжело. А по каким делам? Ладно, давайте правду скажем. К моему отцу. А где твой папа-малыш? Нагрубиться. Савар, сказать правду. Давайте правду скажем. Я не знаю. Понятно. Давай входите, входите. Что-то я все выбираю, все как-то не так. Я и печенье испекла. Слушайте, блин, у меня уверенности вообще малая. Я вроде выбираю, ну, правда, это же уверенность, по идее, да? Но в итоге оно в минус пошло. Так, ну слушай, у них дети еще есть. Может, не так все плохо? Причем, три девочки очень... Это необычные. А это мои внучки. Привет, как тебя зовут? Митч. А я Ада. Ида. Ода. Хочешь с нами поиграть? Это ты хорошо придумала, Ада. Идите, поиграйте. Ада, Ида, Ода? Бедные девочки. Их мать ушла, когда они были еще малютками. Из-за чего? Просто так? Просто так. Утром собрала свои вещи и ушла. Теперь воспитываю их с моим сыном. Но в машинах он разбирается лучше, чем в детях. Он всегда был себе на уме. Но он хороший мальчик. Да, вы уже говорили. Не знаю, сколько времени мне отвел Господь, но вечно я жить не буду. Девочкам мать нужна. Кто-то, кто укроет от всего мира и заставит работать по дому. Так, подожди, может, она хочет, чтобы... Так, есть проблема. Без света я ничего не сделаю. Света нет второй день. Торнадо повредил провода. Заночуете в гостиной. Утром я посмотрю, что можно сделать. Мы не хотим быть обузой. А, да брось, дорогая. Мы гостей любим. И потом, что вам еще делать? Пойду закрою мастерскую. Никогда не знаешь, кто в такую ночь может рядом шататься. В какую ночь? В темную. Давай-ка я тебе комнату лучше покажу. Так, спасибо. Большое спасибо, вы очень добры. А, да не за что. Опять же, выбираю? Я все сказал спасибо. Че тут такого плохого? Я сказал спасибо? Так, вот просто интересно. Я сказал спасибо. У меня отняли уверенность в себе. С каких пор благодарность это минус уверенность в себе? Камон. Короче, сейчас я переиграю. Переиграю вот специально. Я просто посмотрю, что было бы, если бы я выбрал другой вариант. Так, давайте вариант не беспокойтесь. О, не стоит, правда. А, брось. Вы же не хотите спать в машине? Да не за что. И все-таки, не важно, что я выберу, все равно она будет мне показывать комнату, но дали плюс в уверенность. Но я просто не совсем, если честно, понимаю. То есть, благодарность это минус уверенность. А то, что она сказала, а, не беспокойтесь, это типа плюс уверенность. А, по-моему, а, не беспокойтесь, это как раз-таки минус вот эта вот общительность должна быть, по идее. В общем, иногда не совсем непонятно распределяются здесь вот эти вот очки характера. Ну, в общем, что есть, то есть. Играем дальше. Кстати, я заметил, там бита лежит. Если что. Может быть, пригодится еще нам. Хочешь с нами в прятки поиграть? В темноте? Боишься? Соврать сказать правду. Скажем правду. Я не люблю темноту. Опять. Опять. Да почему это так работает? Почему правда это минус уверенность в себе? По-моему, правда наоборот. Человек, который говорит правду, он уверен в себе. Если я уверен в себе, я говорю правду, мне лгать не обязательно. Даже обманывать, увеливать, я уверен твердо в своих силах в себе, и поэтому я откровенно могу сказать правду. Ну, в моей голове это работает примерно так. Я все буду говорить специально обманывать, но типа я ничего не боюсь. Это как раз-таки и есть неуверенность в себе. По-моему. Мы все спрячемся в разных комнатах. Тебе нужно найти нас по очереди, назвать имя и зажечь свечку. Если выгадаешь. Закоряй глаза и считай до десяти. Раз. Два. Три. В общем, девять и десять. Так, будем их искать. Кто не спрятался, я не виноват. Нам, короче, нужно подтягивать уверенность, потому что мне вообще не нравится, что она у меня была нафиг куда-то вообще в пол. Так, ищем. Нашел одну. Вот ты где. Ты меня нашел, но теперь должен назвать мое имя. Ладно, конечно. Тебя зовут... А как их зовут? Я не помню. Сначала была Ада, я помню, потом Ида, потом Ода, когда они представлялись. Но кто конкретно из них? Я вообще не обратил внимания. Но это Ода? Нет, меня зовут Ида. Возвращайся в критерию, считай, заново. Так, ладно, давайте запомним. Ида, это которая в сером платье. Так. Ида в сером платье. А это уже не Ида. Так. Как меня зовут? Ада вроде бы в красном было платье. Вот Ида в сером, а это получается вот как раз она и есть Ода. Кто забыл мое имя? Возвращайся в... Да ты прикалываешься, да камон! Я почему-то, когда зашел в комнату, у меня первая бросилась в глаза именно девочка в красном платье. Я почему-то думал, что это именно Ада. Возможно, это у меня уже стереотип, знаете, в голове. Типа Ада Вонг из Resident Evil. Она носила такое красное платье всегда. Все. Так. Это Ида. Твоя имя Айда. Да. Теперь можешь зажечь мою свечу. А где ее зажигать? Так. Бит этот не просто так лежит. Это как ружье Чехова, Которое обязательно выстрелит, когда придет время. Так, а где у тебя свеча? Твоя. Открыть. Запертая. Так, подожди, подожди. А где, а где твоя свеча? А где зажигать-то свечу-то твою, а? Свечку. О! Нашел. Она плачет. Что случилось? Я его слышала. Кого? Что? Из подвала. Ты меня разыгрываешь, да? Девочка продолжает плакать. Все хорошо. Ничего не будет понятным. Дай мне руку и пойдем отсюда. Мы не можем выйти, пока ты не угадаешь наши имена. Такие правила. А иначе нас накажут. Эй, это же просто игра. Ну ладно. Так, но она, по-моему, была как раз-таки Ада. Правильно. Она сожгла. Тоже. Какие-то странные у них, если честно, игры. Что это было за странный диалог? Кто там в подвале? Опа. И чтобы не звука. Ты же не хочешь, чтобы я тебя наказал. Это, видимо, третья девочка, да? Так, он запер, и, видимо, у него ключ где-то в штанах. А вон еще... А нет, девочка вон она была. А кого он запер? Подожди. Не нашу ли мать? Или кого-то, кого мы еще вообще не видели? Может, жену свою? Может, она на самом деле не ушла, а просто где-то в подвале, и он ее держит? Я тебя нашел. Да? А мое имя ты помнишь? Конечно помню. Ода? Да? Ты правильно запомнил. Теперь можешь зажечь мою свечу. Ты всех нашел. Завтра поиграем в другую игру. Завтра я уезжаю. Как знать, как знать. А кто живет за этой дверью? Никто. Я видел, как ваш папа выходил из этой двери и с кем-то говорил. Скажем ему? В подвале живет привидение. Привидение? А точно не какой-нибудь монстр? Я знала, что он не поверит. Туда никому нельзя входить. Твой папа туда ходил. Папе можно. Он носит привидение, носит ему всякие вещи. А в ответ оно не трогает нас с бабушкой. Но иногда по ночам из подвала доносятся душераздирающие звуки. Дети, ужинать. Как-то мрачная история. А знаешь, малыш, мы с твоей мамой хорошо поладили. Я это чувствую. Так ведь, дорогая? Ответить осторожно или согласиться? Вот теперь. Давайте осторожно ответим. Вы очень добры, мэм. Ты мне напоминаешь кое-кого, но ты гораздо красивее. Разве она не милая, Томас? Он тут постучался. Вот у нас уверенность наконец-то поднялась вверх. А, привет, Том. Джордж? Ферма Макса Хантера в 11. Есть работенка. Хорошо, я буду. О, еще кое-что. Ты тут поблизости не видел голубой кадиллак? Говорят, возле дороги такой стоял. Это мой. Нет, не видел. Ладно, увидимся. Хорошенько повеселимся. Дорогая, а была бы ты не замужем, мой Том был бы для тебя отличной парой, а? Мам, ты можешь помолчать? Кстати, а почему ты обручальное колечко не носишь? Сменить тему. Э, индия очень вкусная. Надо было... Вот опять уверенность потерял. Чего-то фигня. Вы слышали это? Это привидение? Привидение? О, ты же уже взрослый, чтобы верить в эти сказки. Мне сказали, что вам нужно приносить еду в разные и разные вещи. Ему. Да, мышеловки для чертовых крыс. А однажды нашу собаку укусила гремучая змея. А что с ней стало? Она умерла. Гремучая змея или собака? Собака умерла. А змея уползла, Митч. И вас, противные девчонки, я накажу за то, что пугаете гостей. Они ни в чем не виноваты. Осадить Митча. Сменить тему. Давайте осадим, может, уверенность вырастет. А? Спасибо вам, в общем, за прекрасный ужин. На здоровье. Мы всегда рады гостям. Мы, пожалуй, пойдем спать. Я еле держусь на ногах. Мама болеет. Да? А чем, дорогая? Да так, пустяки. Обычные простуды. Завтрак в 7 утра. Еще раз спасибо за все. Доброй ночи. Ой, какая-то непростая семейка, а? Мам, это очень странное место. О чем это ты? Когда он выходил из подвала, я слышал, как мистер Томас пригрозил кого-то наказать, если он не будет вести себя тихо. А потом сестры рассказали мне про привидение, которое там живет. А когда мы ужинали, мы слышали снизу какие-то звуки. Тут явно что-то очень злое, мама. Или это просто наше воображение? Но мое воображение говорит, что все еще хуже. Откуда ты знаешь? Как будто кто-то послушивает, да? Или нас заперли. Так, видимо, посмотреть в этот, в скважину, да? Замочную. Открыть. Сиди тихо. Так, я должна проверить. А не то вообще не засну. Я с тобой. Нет, Митч, сиди здесь и не выходи. Что бы ни случилось. Запри дверь. Если я поскучу трижды, тогда меня впустишь. Мам, я боюсь привидений. Я не хочу тут сидеть один. Нужно быть решительным. Медвежонок, мы не можем всю ночь трястись от страха под одеялом. Мир не должен тебя изменить. Это ты должен изменить этот мир. Понял? Понял. Вот. Ты умница. Уверенность мне плюс. Дверь подвала заперта. Тогда я поищу ключ. А ключ, наверное, у того мужика. А, револьвер с собой взять, нет? Взять лампу. И все. Так, библия, а, револьвер. Обязательно. Так, нужно найти ключ от подвала. Где же он может быть? Может быть здесь? Просто старый чемодан. Ключей здесь нет. А мы можем туда зайти? Походу, дело нельзя, да? Ну вот, еще есть кухонный стол. Только ложки, ложки, вилки, ножи. Причем грязные. Ничего полезного. Ага. Бинго. А, эти должны быть ключи. Мне вот почему-то кажется, что там его жена. А может быть и нет. Типа она не просто так же взяла и ушла. Может она не ушла? Блин. Они не подходят. Опаньки. Воу. Сейчас ты к ним присоединишься. Несносная сука. Эти же этот. Блин. Че делать-то? А че делать-то нужно было? Куклукс-клан, походу, делает, ребята. Ну, из этой гребаной секты. Да, это скорее всего они и есть. Типа... В этих балахонных белых. Все. Биту я взял. Сейчас мы его огреем. Так вот, что за тайна была в этом доме? Я же нажал. И... Бам. Хе-хе. Получил по щам. Митч, поищи веревку, чтобы его связать. Найти веревку. Так. Геном ее искать. Или мы здесь? Или у нас в комнате веревка должна быть? А. Так. Куклукс-клан значит здесь. А, соответственно, значит в подвале может быть какой-нибудь чернокожий. Ну, это типа прям супер-крайне-российский культ такой был. Они убивали чернокожих. В то время. Ух, надеюсь, эта веревка его держит. Вот этот должен быть от подвала. Мы туда пойдем? Так, объяснить, чтобы он... Он должен быть в безопасности. вот. Нет, Митч, пойду только я. А ты возвращайся в комнату. И на этот раз не выходи. Ты так ничему не научилась. Зато ты научился тому, что меня пугает. Причем от меня. И что в этом плохого? Митч, пожалуйста. Ладно, мам, я буду там. Как она его связала, у него руки вон торчат. или она его привязала к тумбочке. Ну, давайте спустимся. Томас с дружками. Ну, да. Вот, ну, чтобы вы понимали, вот чем занимался этот клан. То есть, они расправлялись чернокожими. Либо их сжигали, либо вот так вот вешали. И это реально существовавший такой, скажем так, орден. Причем он, по-моему, был в начале 19 века очень... ну, очень силен и распространен. Их было очень много... Было очень много последователей этого клана. Но в 60-х он, скажем так, уже был ослаблен и немногочисленен. Скорее, это уже подголоски, да? Но все равно еще какие-то отдельные фанатики этим занимались. Вот и ты, ублюдок. Да, вот он. Наш Томми, или как там его звали? Не Томми, да? Я уже забыл, кого звали. Так, тебя я не знаю, но на этом семейном фото отлично смотрелось бы милая бабуля. Может, это она? Под балахоном. Э, кто здесь? Там какая-то женщина. О, боже! Что тут происходит? Типа, клетки? Да. Осторожно. Он скоро вернется. Вы должны бежать. Когда он узнает? Успокойся. Он вас больше не тронет. Выпустите нас. Пожалуйста. Офигеть. Темноволоса. Это женщина? Причем даже вроде как не чернокожая. А что это он их тут запер? Или ты у жена его? Там еще кто-то есть. А тоже женщины. Или это потенциальные кандидатки в жены? Новенькие. Офигеть! Трех женщин держал. Сколько он вас тут держит? Я не знаю. Несколько лет? Лет? А те девочки? Это наши дочери. Мы их слышим только когда они играют с нами. Он их отец. Он похитил меня, когда я бежала вдоль дороги. Он забрался в наш дом, ударил моего отца молотком. Мой... Мой отец жив? Я пошла с ним на свидание в бар. Очнулась в этой клетке. Почему нас никто не пытался найти? Так, не вовремя. Что с вами? Я в порядке. Пойдем наверх. Он нас убьет. Нет. Он сейчас в отключке. Блин. Что мы будем с ним делать? Получается, он похитил их? Их дочерей? Или он похитил их много лет назад, а потом с каждой из них как бы сделал ребенка? Что-то я не совсем понимаю, но детям там лет по 8-10 девочкам-то. Так, что будем с ним делать? Месть или полицию вызовем? Так, не развязывайте его, чтобы он не говорил. Вызовем полицию. Там сидят его дружки. Даже они не смогут его спасти. Но если вы боитесь, сообщите в местную газету. Ах ты сука! Так я же нажимал! О-о-о! Да-да-да! Так я же нажимал! Вот! Ты не оставила мне выборы. Так, застрелили, в общем, его мать. А вы давайте своих дочерей забирайте и все. Она еще жива. О, это поправимо. Так, ладно, я должна идти. Вы не знаете, где здесь ферма Макса Хантера? А, то есть на ферму пойти? Сейчас будем разборки будем устраивать. Пора отсюда валить. А кто был в подвале? Я тебе расскажу по пути. Зачем тебе костюм мистера Томаса? Теперь наш черед играть в привидений. Покончим со всеми этими делами перед Луизианой? Да или нет? Да или нет? Да, конечно. Нужно завершить этот кровопролитный ритуал этих фанатиков гребанных. Да. Давай покончим с этими делами. Значит, я тебе кое-чего все-таки научила. А можно было, видимо, пропустить, да, данный эпизод? И поехать сразу в Луизиану? Крутая у меня была мама. Я это прекрасно понимаю. Но с другой стороны, сам я дважды подумал бы, прежде чем подвергать ребенка риску. Ага, вон как. Так. Да, тут сейчас будет, короче, полнейшая жесть, но мы, наверное, сегодня прервемся. Друзья, большое спасибо всем за внимание. Необычное. Главное, я так понимаю, что это глава, вот она, да, девятая. Но мы могли бы сразу с восьмой прыгнуть на десятую, если бы я выбрал не ехать туда. Ну, блин, как я могу это пропустить? Камон. Короче, друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Мне нужна ваша поддержка. До скорых встреч, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok